На набережной даже в рабочий день немало самарцев, занимающихся спортом. Многие пришли полюбоваться Волгой, но пляжный сезон открыли не все. Сегодня я пробежался первый раз в этом году и захотелось искупаться, но еще в Волге не купался. Только на даче в Саку. Планирую начать плавать по утрам. Сегодня первый день. Вода бодрит, освежает. Но все равно приятно. Приятно с утра освежиться, чтобы день был бодрым. Пока еще рано. Скоро откроем. Начнутся каникулы настоящие отпуска и можно будет прийти позагорать. Пока просто гуляем. В этом году подготовка городских пляжей стартовала раньше обычных сроков. Однако погода не часто благоприятствовала проведению работ. И до сих пор уровень воды в Волге не снизился до необходимой отметки. Из-за этого некоторые пляжи пока подтоплены. Пляж Красного Глинского района. Пляж санаторий Можайский. То есть там до сих пор еще не разравлен песок. Там вода не позволяет это сделать. Барбошина поляна, загородный парк. Советская армия на 50% также затоплены. Основные первая, вторая и четвертая очередь набережной. Оборудование полностью в полном объеме выставлено. Зона отдыха, доступный пляж, предусмотренный для маломобильных граждан, под Некрасовскими полевыми спусками оборудованы. Осталось дождаться, когда понизится уровень воды в Волге. Тогда место схода в реку подготовят и сделают комфортным. Напомним, ранее на Самарские пляжи привезли песок. После его планировки обязательно проверяют состояние акватории. После этого начинается водолазное обследование дна акватории. Составляется профиль дна. Выясняется, есть ли в этом месте какие-то опасные зоны. Например, ямы, водовороты, крупные предметы и так далее. Крупные предметы, которые обнаруживают водолазы, камни, коряги, они вынимаются в деятельном порядке. То есть производится очистка дна. Водолазы вспоминают, что когда-то на окраинах пляжей попадались необычные находки. Урна чугунная старая, как в парках, была раньше. Но особо крупных не встречается, потому что осмотр производим ежегодно. Мелкий мусор, да, попадается. Водолаз Антон Роднин, как и его коллеги, кроме обследования и очистки акватории, делает промер глубины. Максимальное для купания – 3 метра. Для детей и граждан, не умеющих плавать, безопасная зона отличается глубиной, не превышающей 120 сантиметров. Основываясь на данных спасателей, устанавливают буйки. Там, где уровень воды позволяет закончить работу, все необходимое для комфортного отдыха к открытию пляжного сезона сделано. Как только представится возможность, оставшиеся работы будут завершены в полном объеме. В частности, после того, как уровень воды придет в норму, промер глубин будет организован еще раз. Буйки и опоры для спасательного оборудования переместят. Для обеспечения безопасности с 10 июня на официальных городских пляжах уже работают 14 спасательных постов. Основными причинами происшествий на воде являются пренебрежение правилами поведения, в том числе купание в состоянии алкогольного опьянения в непредусмотренных и необорудованных местах на значительном расстоянии от берега в зоне движения маломерных судов. Горожанам рекомендуют обращать внимание и на красные флаги. Они означают, что пока купаться небезопасно. Но как только снизится уровень воды и повысится ее температура, самое время освежиться в Волжской воде. Ольга Павлова, Юлия Василькина, Николай Епифанов. События.